итак всем привет сейчас мы будем обрезать sim-карту с обычной sim-карты для тех у кого еще был там 2 iphone или не второе 2g так сказать и кто хочет новую симку обрезать под новый 6 iphone так как тут наносим либо это у вас 5s по моему там тоже наносим вот такой здесь идет слот нового айфона это старый слот куда без проблем вставляется симка стандартная что ж будем резать нам нужно 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 во первых измерить вот это расстояние куда она кладется что у нас мы очень точно обрезали потому что если мы обрежем так вот у нас получается 87 миллиметра 87 миллиметра здесь у нас 12 3 12 2 наверно можно до 12 3 меряем здесь теперь в общем нужно резать прям по рам там данные sim-карты это sim-карты такие ссыл кстати сразу говорю что они практически все разные всегда ну все зависит от какие чипы там используют они так 12 7 по-моему да у нас так надо будет сейчас взять простой карандаш и померить чтобы уже точно нет меньше 12 12 12 2 понятно ну сейчас я помечаю все карандашом беру канцелярский нож и начинаю резать ну продолжим значит в общем вот такой примерно рисунок у меня получился давайте разметим и сим-карту нашу так как а ну а что Субтитры сделал DimaTorzok 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 рекомендую если занимаетесь чем-то таким там особенно тут обзорщики там я не знаю можно всякую технику там те же iphone и там есть да там тоньше стало он толще все это можно этой штукой мерить такой штангенциркуль по поводу того как вырезать в общем у нас sim карта наносим карта получается что 12 и 2 миллиметра в длину и 87 миллиметров в высоту и опять же срез в 45 градусов такой же как и здесь относительно точно также вырезал я обычным канцелярским ножом как увидели и в принципе ничего не потерял то есть я могу всегда взять ту sim карту который уже вставил в iphone 6 вставить ее обратно сюда заклеить скотчем и она в принципе может работать в обычном телефоне с обычной sim картой в том же старом айфоне 2g который работает и все шикарно в общем ну без проблем это все можно сделать но в следующем ролике перейдем к сравнению очень интересному сравнению что же изменилось между вот этим айфоном шестым и айфоном 2g но это конечно несравнимые вещи но все-таки рекомендую посмотреть а также в дальнейших роликах будет сравнение интересное сравнение айфона 6 с телефоном с таким как же ю g5 с по-моему так он называется хороший телефон отличный дисплей очень интересно будет сравнить дисплей правда ним четыре с половиной здесь у нас 47 но 47 дюйма есть дисплей джейю g4 с вот вот так наверное дисплей одинаковые по разребе пара по размеру по разрешению все это будет сравнение следующих роликах и опять же по ценовой категории есть с таким же разрешением что у айфона есть у джейю китайской фирмы джейю тоже телефоны подобного плана с четырех ядерными процессорами и по функционалу конечно не уступают тому же айфону все это будет следующих роликах можете посмотреть меня на канале именно в этом плейлисте сравнение железок это чисто для меня то есть чтобы осталось было что вспомнить посмотреть и как это было вообще с этими железками мне все равно интересно возиться так как я инженер в общем смотрите подписывайтесь на канал